Филипп Пол Бернелл, 150 рублей. Расскажи, почему тебя перестала интересовать философия? Понимаешь, в чем дело? Есть фундаментальные философские проблемы. Ну, то есть, вот взять, например, этику. Этика вся корнями так или иначе уходит в базовые какие-то моральные положения. Моральные положения, как правило, основаны ни на чем. Причем, это, с моей стороны, сейчас нетривиальное утверждение о том, что, блядь, аксиома недоказуема, да? То есть, не-не-не-хуя. Нихуя подобного. Это не одно и то же. Это не то же самое, как недоказуемая аксиома в формальной системе. Нет. То есть, недоказуемые моральные утверждения в этике, это не то же самое, что и недоказуемая, там, блядь, я не знаю, аксиома, как-нибудь ефклидовая геометрия. Потому что люди, которые придерживаются каких бы то ни было этических взглядов, а значит и каких-то моральных взглядов тоже. Эти люди, они не считают, что можно взять и заменить один моральный пустулат на другой, и что ты все равно будешь прав. То есть, на практике есть принципиальная разница между аксиоматическим подходом в математике, где просто некоторые, некоторые математики, которые имеют какой-то артикулированный философский взгляд на математику, да, артикулированный, эксплицитный философский взгляд на собственную дисциплину, могут выступать против аксиоматического подхода. Нет, в этике любой, блядь, специалист в области нормативной этики считает, что его моральные предпосылки нельзя, блядь, подменить другими моральными предпосылками. И зачастую можно встретить еще такую хуйню, когда люди... Не, ладно, не буду это говорить, потому что я сейчас сходу пример не смогу тогда привести, не буду. То есть, в общем, короче, это не одно и то же, по той причине, которую я только что высказал. То есть, вот один из примеров привел. То есть, это то, что мне не нравится в философии. То, что ряд вещей основан ни на чем, но люди предпочитают об этом просто не говорить. То есть, смотри в другую сторону. Ааа, что-то, блядь, мне спать захотелось, нахуе. Типа, блядь. Почему мы исходим из... Аааа, все, учнись от дня. Все, заканчивается дискуссия. Резко. Потом, ну, вот это вот основная проблема философии Вульса, которую недавно разбирали, где-то раза три. О том, что, в общем-то, любой философский аргумент можно перевернуть, да, и... Ну, по сути дела, превратить в доказательство противного. Говорил много раз уже, но... Это нерешаемая тоже проблема. Ну, и дохуя всего такого, короче. То есть, полно фундаментальных проблем, из-за которых просто занятие философией, оно превращается в, ну, анонизм. Я, ну, уже давным-давно пришел к пониманию того, что философия — это активность, прежде всего, рекреационная. То есть, это как курение трубки, примерно. Ну, и сейчас просто философия для меня перестает выполнять рекреационную функцию. Она меня заебала. Вот, собственно, как бы и все. Повторюсь, то, что я со своим уровнем образования и со своим настроением относительно философии продолжаю людей в ней овнить в интернете, по факту, ну, это, ну, печально. Потому что, ну, я не очень-то и хочу. И все бы было ничего, если бы не было какой-то охуительной претензии у философов, что, мол, сейчас будут решены фундаментальные вопросы, не подвластные другим дисциплинам. Каждый раз, когда выясняется, что философия проебала какой-то целый пласт знаний или еще что-то в этом роде, начинается пиздоболие на тему того, что «А, это по определению тоже философия!» Как будто это довод. Как будто это, блядь, аргумент. То, что, блядь. А, у меня определение, короче, в голове. Поэтому то, что мы, как целая дисциплина, как целая дисциплина проебали тот или иной пласт знаний, да, там, не знаю, естественный отбор какой-нибудь, эволюция через естественный отбор или еще что-нибудь в этом роде. Это не имеет значения, потому что это теперь тоже философия. Почему по определению? Ну, окей, если это по определению, значит, бессодержательно, значит, нихуя не значит. Если это по определению так, это, блядь, ну, типа, трюизм получается. Хорошо. Ты нихуя не сказал только что. 2 равно 2. Заебись. Это еще, блядь, потом апелляции к авторитету начинаются. То есть как ты можешь считать, что этот аргумент хуёвый? Ведь его же сформулировал, блядь. Джон, блядь, пиздоболингс, нахуй. Блядь, в своей, нахуй, монументальной работе, как бы, метафизика, залупы, говна. Как же ты можешь, блядь, блядь? Ты хочешь сказать, что, блядь, Джон, пиздоболингс, он, нахуй, не знает, как аргументы формулировать, что ли, ёпта? Ну да, не знает, он, походу, мудак, блядь, твой, как бы, авторитетный философ, он, как бы, мудозвон, блядь, я его в рот ебал. Вот такая проблема, прикинь. Понятно, что, как бы, философию невозможно атаковать, если мы, блядь, рассматриваем её какую-то эфемерную хуйню, да, то есть мы исследуем типа какому-то абстрактному определению просто, да, либо философия это та дисциплина, которая занимается анализом базовых положений других дисциплин, да, то есть при этом мы эту дисциплину рассматриваем в каком-то отвлечённом виде абсолютно, то есть она отдельно от философов существует, да, то есть она не на кафедрах философии, а просто вот здесь, это просто вот что-то витает в воздухе, то есть физика и тут очень физике занято, да, а уж и потом наука о движении, а философия это, ооо, это, блядь, там, поэтому, если ты задался вопросом зачем нужна философия, то, блядь, ты занялся философией, блядь, это же, все, все твоя позиция сама себя отрицает, как верифицировать верификационизм, бля, никак, что дальше, никак не перифицировать, твоя позиция сама себе противоречит, нет, не противоречит, моя позиция нет примеси о том, что верификационизм должен быть верифицирован, нет, но, блядь, в верификационизме сказано, что, блядь, любое утверждение, оно должно быть, блядь, нахуй, оно должно иметь критерии истинности, блядь, какие критерии, окей, хорошо, добавляем поправку, не любое, любое утверждение, кроме базовых положений, верификационизм, давай, давай дальше, контраргументы, следующий, что дальше, блядь, сложно, хочу какать, хочу какать, начинается, блядь, типичная риторика постпозитивиста, сложно, блядь, нельзя просто добавить, в такую премису, я хочу, блядь, срать, банальными аргументами уровня философии 101, я не хочу думать, я не хочу думать, я хочу, блядь, шаблон, я хочу, чтобы мой оппонент постоянно использовал квантер всеобщности, я хочу его, блядь, я хочу его опровергать, тем, что он сам себе противоречит, блядь, я, блядь, я, блядь, схолас, я, блядь, христианский схолас, с Велим Лэйн Крейг, я не хочу думать, я хочу, чтобы заранее был написан шаблон, и в него подставить, блядь, слова, я хочу, чтобы за сто лет, блядь, люди не додумались добавить, добавить премису о том, что, блядь, их заявленное положение неприменимо само к себе, нужно как-то идентифицировать это альтер-эго маргинал, это альтер-эго маргинал, а это маргинал образца, наверное, 2013 года, скорее всего, ну так, может тебе самое время свой труд наебенить по философии, раз ты уже сварился в ней, на крайняк денег срубишь сгуев, как Докинс какой-нибудь с Саной, блядь, книги писать сложно, не хочу, спасибо за сто один рубль, книги писать сложно, и мало денежной отдачи, я без денег ничего делать не хочу, нахуй, блядь, во-первых, я стойко, имею стойкое убеждение, что, ну, не существует ценных книг по философии, то есть, вы можете нихуя никакой философии не прочитать и заебить жить, то есть, из этого следует, что моя книга по философии, она какой-то ценности и иметь не будет, охуенный, ну, денег я с этого тоже не получу, нахуй, жопу рвать, блядь, повторюсь, книги писать очень тяжело, кстати, выкладывай ссылки на исследования, которые ты читаешь на стене или еще где, я вот философии не жарю, время тратить лень, поэтому думаю, принцип авторитета заебись, если использовать его временно и на малых масштабах, с иглы или нет, нет, лучше не лезть просто в те сферы, где ты можешь опираться исключительно на авторитет ссылки, может быть, может нет, не знаю, ну, типа, если меня, типа, отфильтрует какой-нибудь там фильтр, нахуй, который я сам же пропагандирую, ок, я просто не вижу, чтобы это был аргумент какой-то против моих позиций, что они меня отфильтруют, ну, отфильтруют, что дальше, как-то опровергает мои взгляды, я не говорю, что ты это используешь как контр-аргумент, может, это не так, но многие люди используют это именно как контр-тейк, а что, если с тобой произойдет, ну, произойдет, что дальше-то, я все равно прав, реально, что ли, так мозг работает, что, блядь, если я выступал за какую-то хуйню, а она меня порешала в итоге, то, блядь, я не прав от этого, что ли, был, да, блин, они просто взяли все твои аргументы в формат KNB и все, формат KNB, это не уникальный формат, его, который вообще возможно спиздить, это философия как таковая, то есть формат канала KNB это и есть философия, она так выглядит, то есть просто, ну, типа спиздить формат KNB это значит заниматься философией, просто как нужно, вот, вот, как бы и все, если континентальная философия выполняет рекреационную функцию для человека, и он это осознает, то почему нет, ну, ну, так, я не запрещаю, если что, и пользоваться как бы, рекреационных целей, там просто претензии, говорят, там другие претензии, я имею ввиду у представителей философии, в целом, и континентальной философии в частности, если рассматривать философию с точки зрения развлечения, то это довольно скучное для большинства развлечение, да, это элитарное развлечение, потому что это как там, опера какая-нибудь, ну, любители всего элитарного, они, как правило, палятся на нелюбви к философии, потому что, ну, в общем-то, самое элитарное развлечение, это как раз-таки дискуссии о бытии, о всяком таком, то есть, гораздо элитарнее любой оперы, в принципе, в опере, дохуя людей есть, которые там просто сидят, как хуй во лбу, ни хера не понимают, что происходит, ничего оценить не могут, не понимают ни сюжета, блядь, ни качества вокала, просто находятся там, в философии так сложнее, в философии сложнее таким быть, то, что можешь просто просрать, как бы, в споре благополучно, пососать хуй, сидя в опере, ты не можешь просрать, ты не можешь неправильно смотреть оперу, ты, блядь, сидишь, смотришь на хуй, тебя особо никто не замечает, это неактивное действие, зачем сравнивать слушателя с актором, нужно сравнивать слушателя со слушателем или актора с актором, потому что в опере и в театре там есть четкое разграничение, в философии нет, то есть, в философии, в принципе, отсутствует такой параметр, как вот люди, которые пришли посмотреть, то есть, они, конечно, есть, но люди, которые пришли посмотреть, они не участвуют в элитарной деятельности, и просто хлопают глазами, а вот в опере, если человек пошел в оперу, это, бля, элитарно, что пиздец, от философии элитарно только участие, там, наблюдение, это, ну, блядь, ну, наблюдение, нет, во-первых, во-вторых, философия, если, философия наблюдатель, вместе с этим, он еще может, там, оценивать аргументы, быть на чьей-то стороне, и так далее, тоже может просрать, Марго, вот ты имеешь философское образование, и говорит, что философия заебала, художественную литературу не считаешь, но при этом, дохуя в ней разбираешься, слушаешь Блэка, смотришь только хорроры, но за кино и музыку, разговор тоже поддержать не можешь, у меня вопрос, сори, если отвечал, насколько ты в живописи разбираешься, есть любимые художники, эм, не разбираюсь, я, наверное, в живописи, любимых художников точно нет, если философия заебала, в какую нишу займешь, ну, бля, стримы, в смысле, не понял, не видел ни разу, чтобы ты спорил, хоть с одним человеком, могущим, как-то в логику, у тебя частенько бывают логические ошибки, ложные предпосылки, но этого никто не замечает, тупо, окей, ну, то есть, я присутствие на опере, должен понимать, условно итальянский, условно верди, или общую, ну, в идеале, да, как бы, ну, типа, а нахуя-то там, если ты не понимаешь, блядь, что они поют, в чем нахуй смысл, это, блядь, не концерт, ни Кильбека, который можно реально, не понимая язык, слушать, блядь, какая разница, типа, ну, да, надо, блядь, понимать по-итальянски, чтобы слушать, блядь, оперу на итальянском, все верно, если, если не можешь в итальянский, слушай, блядь, оперу, не знаю, это, блядь, Генри Перселла слушает, тоже хороший, смысл жизни стоит 100 рублей, ты кажешься грустным, Марго, философ вместо образовательного контента пилит дегенеративную хуйню для тупых школьников, ты рынок порешал, или просто у людей такая дегенеративная природа, так и то, и другое, у людей дегенеративная природа, поэтому рынок так порешал, пока ты жив, к примеру, ты можешь принять решение оставаться правым, умереть, или остаться живых, и ошибаться, ты не можешь искренне принять решение ошибаться, возможно, ты можешь принять решение пиздеть про свои взгляды, выдавать их за что-то другое, ты не можешь принять решение ошибаться, на улице идет дождь, но я так не считаю,